Транзит газа Путин отпустил Украине всего год Экономика, нефтегаз 3 октября 2029 Транзит газа, Путин отпустил Украине всего год Россия готова продлить действующий контракт, если заключит новый не удастся Анна Седова комментария в просмотров 2309 Фото, Леонид Щеглов слэш ТАС материал комментируют Александр Фролов Если Москва и Киев не сумеют подписать новый контракт на транзит газа до конца года, Россия готова продлить действующие соглашения еще на год Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Российская энергетическая неделя Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы И если она сможет это сделать до окончания года, то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством, сообщил Владимир Путин Если же завершить все процедуры не удастся, Москва готова продлить действующий контракт на какой-то период, например, на год Напомним, что существующие транзитные соглашения истекают в конце этого года Последние месяцы стороны вели трехсторонние переговоры о продлении контракта при участии представителей Европейского Союза Последний раз трехсторонняя комиссия встречалась 19 сентября в Брюсселе Тогда представители «Газпрома» позитивно оценили итоги встречи, хотя конкретных результатов достигнуть и не удалось В частности, пока что серьезно различается позиция Украины и России по условиям нового контракта Читайте также, Северный поток-2, сможет ли Путин разрубить Гордиев узел, завязанный Дания Если Копенгоген не одумается, газопровод пройдет через шведские воды Киев при поддержке Евросоюза хочет, чтобы «Газпром» заключил соглашение на 10 лет Причем ежегодно прокачивал 60 миллиардов кубометров газа по украинской ГТС Еще 30 миллиардов Остаются доступными для резервирования другими компаниями Однако если в 2020 году использовать эти мощности «Газпром» сможет без проблем То после ввода в эксплуатацию обходных газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Объем прокачки через Украину может сократиться до 15 Вопросительный знак 25 миллиардов кубометров В зависимости от потребления Европы Поэтому выполнять такие обязательства будет трудно Российская сторона, в свою очередь, готова обсуждать бронирование транзитных мощностей Только если Киев имплементирует европейские энергетические нормы в свое законодательство В этом случае, по европейскому же законодательству, компания сможет бронировать такой объем, который ей будет необходим Часть мощности Украина сможет выставлять на открытые аукционы, в котором сможет участвовать и Россия Кроме того, в «Газпроме» настаивают, что условия прокачки газа через территорию соседней страны должны быть экономически выгодными Сегодня украинский маршрут является самым дорогим Киев также должен представить план модернизации своей ГТС Наконец, еще одно условие российской компании для подписания долгосрочного контракта Это урегулирование имеющихся споров с «Нафтогазом», которые рассматриваются в международных арбитражах По нулевому варианту, когда сторон признают, что ничего не должны друг другу Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу Но они не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров, отметил Владимир Путин Действительно, с 1 января 2020 года «Нафтогаз Украины» теряет полномочия на транзит газа И эти функции передают новому предприятию магистральным газопроводам Украины Путин также напомнил, что уже готов морской участок турецкого потока Строительство «Северного потока-2» идет по графику Проложено более 82% маршрутов По его словам, эти проекты носят исключительно коммерческий характер и не имеют какой-либо политической подоплеки Их задача диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы Кроме того, Россия рассчитывает увеличить производство жиженного природного газа и к 2035-му планирует выйти на уровень производства СПГ в 120 и вопросительный знак 140 миллион Т в год Все это делает прокачку 60 миллиардов кубометров газа по украинскому маршруту в течение 10 лет нецелесообразным Отсюда и желание подождать год, а затем согласовать контракт уже с учетом новых реалий В том числе и перехода Украины на европейское энергетическое законодательство, что окажется на руку Газпрому Украина обязалась переформатировать свое законодательство под европейские нормы, в том числе и в энергетической сфере, поясняет замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов Это происходит не только в рамках процесса Евроассоциации, который стартовал в 2014 году, но и в рамках ранее подписанных Украиной документов вроде энергетической хартии Одна из вещей, которую должна сделать Украина в рамках этого процесса разделить нафтогаз, ныне являющийся монополистом и крупнейшей нефтегазовой компанией страны Из него должны быть выделены различные компании по сферам деятельности, в том числе предприятия, которое должно заниматься транзитом газа Вообще-то разделить нафтогаз требовалось еще в феврале текущего года, однако этого не произошло Теперь же по украинскому законодательству этот процесс затягивается до начала следующего года, точнее, до 1 января 2020 года В этот день нафтогаз теряет право на транзит и эта функция переходит к новому предприятию магистральной газопроводы Украины, МГУ В рамках этого процесса уже состоялось несколько скандалов, хотя он еще не завершен до конца Например, на фоне противостояния прошлого главы правительства Украины Владимира Гройсмана и руководителя нафтогаза Андрея Кабалева, схему разделения компаний изменили Если раньше предполагалось, что ГТС останется в собственности нафтогаза, а МГУ перейдет только управление этой структурой В мае текущего года правительство Украины постановило, что при разделении права собственности передадут новой компании Так что нельзя сказать, что раздел проходит гладко А самое важное то, что разделение нафтогаза это еще поль дело После этого необходимо пройти очень длинную бюрократическую цепочку по согласованию, выдаче различных сертификатов и разрешений, как внутри Украины, так и в ЕС А это процесс небыстрый Сейчас возникает вопрос, успеет ли Киев и МГУ получить необходимые документы, которые позволят заключать соглашение на транзит газа Диагноз реформам Кремля, Путину скажут, кто убил здравоохранение в России, почему чиновник государству гораздо дороже врача СП, почему тогда на переговоры в Брюссель ездили именно представители нафтогаза Какое отношение они имеют к будущему контракту Формально с ними вели не переговоры, а консультации Ирония этой ситуации в том, что присутствие господ Кабалева, Витренко других представителей руководства нафтогаза вообще не требуется в рамках переговоров по транзиту Потому что, повторюсь, с 1 января эти люди не будут иметь никакого отношения к транзиту газа Почему руководство Украины продолжает задействовать их в переговорном процессе вопрос к ним СП, президент сказал, что Россия готова продлить действующий контракт на год Нелогичнее ли сразу заключить долгосрочное соглашение Когда Владимир Путин говорит о продлении контракта на год, он исходит из того же положения, которое ранее озвучивал глава газрома Алексей Миллер Оно заключается в том, что контракт на год совершенно точно позволит Украине пройти все процедуры согласования и изменений законодательства За этот период их новый оператор получит все необходимые сертификаты и станет полноправным участником рынка газотранспортных услуг В котором нужно будет заключать контракты по европейским правилам Это выражение очень любят на Украине и почему-то культивирует мысль, что Газпром очень боится этих правил А, значит, если Киев заключит контракт именно по этим правилам, он получит массу преимуществ Однако даже банальная логика говорит о том, что Газпром является одной из крупнейших компаний на европейском газовом рынке И, значит, он не только знаком с этими правилами ведения бизнеса, но и является одним из крупнейших участников этого процесса То есть для Газпрома в этих нормах нет ничего нового и неприятного, он успешно работает с ними как минимум 10 лет Но для того, чтобы можно было работать по этим правилам, нужно иметь с обеих сторон подходящего контрагента Газпром таким контрагентом является А вот на Украине нет сейчас ни одной компании, которая бы этим условиям соответствовала Если Киеву каким-то образом удастся завершить необходимые процедуры до часа х, Газпром готов играть с этой компанией по европейским правилам И если посмотреть на финансовую отчетность Газпрома, очевидно, что эти нормы никак не мешают ему быть одним из лидеров среди мировых нефтегазовых гигантов За такой позицией Украина скрывается непонимание реалия мирового газового рынка и нежелание развивать сотрудничество с Российской Федерацией в том объеме, в котором это необходимо Но ранее представители Украины выступали против продления действующего контракта и даже грозили потребовать компенсацию, если Газпром будет на этом настаивать Об этом опять так и говорили представители Нафтогаза, они даже подали иск в арбитраж на 12 миллиардов долларов с требованием компенсации за недостаточную стоимость транзита в прошлые годы На мой взгляд, никаких оснований для таких требований у них нет Майдан 3.0, кто поднимает Украину на бунт против Зеленского на сей раз на улице выходят не студенты с арматурой, а вооруженные до зубов боевики Пока что украинские деловые круги навстречу им не идут, но это вопрос решаемый Позитив в том, что этот вопрос будут решать уже не представители Нафтогаза Этим займется Министерство энергетики Украины или тот субъект, с которым Газпром собирается заключать контракт От Нафтогаза уже не зависит ничего, и это повышает шансы на подписание контракта Теоретический шанс подлить временное соглашение на год есть СП, а долгосрочный контракт? Повторюсь, сейчас заключить долгосрочный контракт невозможно, поскольку его просто ни с кем заключать По текущим правилам сделать это нельзя, даже Евросоюз против А новые правила еще не имплементированы Я считаю, что подписание долгосрочного контакта на транзит газа между Россией и Украиной возможно Но этот год нужен для того, чтобы Украина имела возможность провести все необходимые изменения в своей газовой сфере После этого можно будет договориться Конечно, 60 миллиардов прокачки ежегодно в течение 10 лет это чушь На один год Газпром может на это пойти, но не на 10 лет Придется договариваться на других условиях Новости России СК назвал сумму, которую похитил замглавы аэрофлота